Усиление работ по расчистке территорий, вывозу снега, расширению проезжей части дорог в числе актуальных задач. Нюансы обсудили на совещании, которое провел заместитель главы Самары, руководитель департамента городского хозяйства и экологии Александр Андреянов. Принимаются неотложные меры для организации оперативных работ. Профильный департамент дополнительно проработал механизмы взаимодействия с подрядчиками ГИБДД и службой эвакуации. В январе выпало почти 92 миллиметра осадков. Это 164% от месячной нормы. За прошедшие сутки в уборке улиц, дворов, общественных пространств и внутриквартальных территорий задействовали 565 единиц техники и 3421 уборщика. За дневную и ночную смены с уличной дорожной сети вывезли 9,5 тысяч тонн снега. Это один из самых больших показателей за сезон. Днем 30 января осадки возобновились и на все территории города направили 303 единицы техники и 3308 человек для расчистки вручную. Специалисты отмечают, при очистке улиц и ликвидации снежных валов препятствием становится припаркованный транспорт горожан. В связи с этим профильный департамент дополнительно проработал механизмы взаимодействия с подрядчиками ГИБДД и службой эвакуации. Накануне состоялось установочное совещание с представителями прокуратуры. Приняты неотложные меры, чтобы тяжелая техника и средства малой механизации могли функционировать оперативно и результативно. В частности, активизирована работа по освобождению дорог от припаркованного транспорта. Эвакуируют автомобили, где имеются знаки запрета остановки и стоянки, в том числе в определенные дни или часы. Но есть участки, где требования максимально жесткие и вообще нельзя парковаться. Мы вчера попытались, ну и дальше будет, отрабатываться, начать работу совместную по эвакуации автомобиля. Так, минувшие ночью только с четырех участков дорог местного значения, улиц Нагорная, Мариса Тереза и других, эвакуировали 12 машин. При выявлении нарушений машины доставляются на ближайшую штрафстоянку. После подрядчикам уже ничто не мешается средоточить усилия на расчистке, особенно при лотковой части дорог, заниматься погрузкой и вывозом снега. Совместная работа запланирована, и в ночь на 31 января. Именно в ночную смену, когда нет интенсивного дорожного трафика, проводится основная снегоуборка. Предупредать-то, в принципе, нечем. Дорожные знаки, они установлены, они в наличии. То есть, время введения ограничений на знаках есть. То есть, сейчас мы непосредственно отрабатываем участки, где запрет остановки стоянки в одну из ночей недели. То есть, в этот день будут отрабатываться участки, на которых получается в среду с 0 до 7 запрещена остановка стоянка. Если раньше в смену привлекали 1-2 эвакуатора, то теперь на ночных дорогах их уже больше. Количество зависит от текущего состояния того или иного участка, его запаркованности. При большем количестве эвакуаторов, сгруппированных на участках, не будет простой снегоуборочной техники. Она включается в непрерывный процесс сразу после освобождения дорог. Работа по такому алгоритму продолжится и будет организовано в течение сезона. Меры напрямую связаны не только с усилением работы необходимостью более тщательной и быстрой расчистки территорий. Они призваны повысить безопасность дорожного движения. Кроме того, в связи с потеплением особое внимание профильными службами уделяется очистке скатных кровель и крыш домов, находящихся рядом с тротуарами. Днем трудятся несколько десятков бригад. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов. События.